Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пять месяцев назад умер очень близкий человек, скоропостижно. Пишет Светлана. Примите мои соболезнования. Это очень сильный тяжелый удар. По вам. Это травма. Психологическая травма. Которую нужно прожить. У нее есть несколько стадий. В некоторых стадиях находитесь вы. Но эти стадии нужно прожить все. Лучше всего это делать с... Либо с близким человеком. Либо с психологом. До сих пор не могу смириться. Ну, опять же, если вы не проживаете, то вы, соответственно, и не смиритесь. Периодически мне кажется, что это ошибка, что вдруг снова позвонит. Сюда добавляется еще и ваша потребность. То есть, ваши внутренние противоречия не способствуют тому, чтобы вы человека отпустили. Потому что вы не умеете свои потребности реализовывать иначе. Что однажды я проснусь в каком-то хорошем дне из прошлого, и мы снова поедем рано на работу, на пикник или рыбалку. Не на работу. Но чудо не происходит. Здесь история про потребность почувствовать определенное состояние. То есть, вам хочется почувствовать некоторое свое состояние. Состояние защищенности, спокойствия, может быть, может быть, чего-то еще. Здесь нужно осмотреть все это состояние, да, что оно для вас значит. Это событие совершенно выбило меня из жизни. Это нормально. Нет энергии и сил что-либо делать. Но энергия есть, просто она направлена на что-то другое сейчас. И одиноко, и с новыми людьми знакомиться не хватает сил, активности. Одиночество есть неразделенность, равно как и травма, так же состоит из неразделенности. То есть, вы не разделили боль с кем-то. Все слишком далеки от меня, мало общего, все на разных волнах. Да, это чувство изолированности. Это правда. Именно поэтому возникает одиночество, неразделенность ваших эмоций, боли. Очень скучаю по тому пониманию, которое было у нас с уморщим другом. Скорее, по принятию. Вам хочется именно принятия, скорее всего. Его мнение было для меня очень авторитетное. Сейчас никто меня не направляет, мне у кого спросить совет или мнение, которому можно было бы довериться. Здесь вы высказываете мысль о том, что вы не доверяете сами себе. Мне полагают. Что вам нужен тот, кто вас направляет. Вот. Себе вы не доверяете, а значит это про неуверенность в себе и про страх. Про заниженную самооценку. Возможно. Как себя настроить, как действовать. Ну, сейчас только проживать. Боль с психологом столько, сколько нужно. Периодически мне становится не по себе, мне кажется, что это событие я предчувствовала. Ну, тут в данном случае вы пытаетесь себе это как-то объяснить. Подстроить под случившиеся какие-то факты. Мысли как-то сами возникли недели за две до смерти. Я думал, что совсем не вижу человека в старости, ни с сиренными волосами, ни визуально. Невозможно было даже теоретически выобразить, как человек мог измениться лет через 10 или 20. Это никак не связано с его смертью. Но это может быть связано только с тем, что он для вас был достаточно ярким образом. И вы его немножко идеализировали. Отсюда. Это меня насторожило, но я не придала этому значения. Сейчас мне кажется, что это был какой-то знак. Нет, нет, это попытка вашего сознания объяснить происходящее. Бывает такое, что я забываю о случившемся. Это нормально. Займусь каким-то делом, думаю, надо рассказать потом. Сейчас что-то не созваниваемся, наверное, занят. И вспоминаю, как в первый раз. Да. Это тоже абсолютно нормально. Это больно, вы проживаете эту боль. Учитесь немножко по-другому жить. Сейчас. Когда, наконец, усвою этот факт? Ну, когда примете до этого, судя по всему, еще нужно дойти. Постоянно прохожу по этому кругу. Так хочется рассказать. А не получится умер. Как умер? Отчего? Не болел же ничем. Точно умер. Вдруг это ошибка. Ужас. Теперь уже никогда. Здесь история про... Повторюсь по-прежнему. Вашу. Устала уже остаться, но не могу это контролировать. Это нормально. Потом становится страшнее. Где человек сейчас? Вдруг ему плохо? Сколько всего он уже не сможет сделать или почувствовать? Потом жалко себя. Вспоминаешь какие-то жизненные неудачи или неурядицы. Думаешь, что еще и близкого человека отобрали. Это чувство несправедливости. И плюс ваше отношение к своим неудачам. То есть как вы их воспринимаете? Потом начинает торговаться. Вот это один год жизни в обмен на еще один совместный день. Это нормально. Это одна из стадий проживания потери близкого. От этого еще хуже. Понимаешь, что никогда не смогу получить даже живую реакцию ни одно слово. Это проба-требность. Человек на самом деле живет в вашем сердце. Но вы себе не доверяете. Не помогает мне ничего. Ни спорт, ни музыка, ни театр, ни путешествия. Я уже писал письмо и ходил к психологу. Психологу нужно ходить не один раз. Тяжело одну часть меня будто обрезали, во второй часть что-то растворили. Не хочу так продолжать жить. Хочу радоваться жизни как раньше, чтобы близкий человек был рядом. Ну, случайно очевидно, что последнее невозможно. А радоваться жизни вы сможете постепенно, со временем. Если позволить себе прожить и, возможно, простить себя. Потому что мне показалось, что вы чувствуете вину перед ним. И перед собой, в частности, за то, что потеряли вот такого человека хорошего. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.